Вы какая красота, вы какая прелесть, вы какая красота, вы какая прелесть! АПЛОДИСМЕНТЫ 16 марта. Искра. Самый известный комбайнер России Игорь Растеряев. Большой сольный концерт. Подробности по телефону 24 0104. Каждый четверг в 20.30 на телеканале ПС и в интернете на сайте Правда Севера. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова На канале ПСНОВОСТИ в студии Елена Гончарова. Здравствуйте! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Сейчас для их реализации в районах области идет поэтапное строительство объектов цифрового наземного вещания. Параллельно с сотрудниками радиотелевизионного передающего центра работой по налаживанию надежной связи занимаются специалисты Ростелекома. Прокладывают современные сети. И тем и другим необходима поддержка областного правительства, как финансовое, так и административное. Региональная власть готова помочь и с урегулированием земельных вопросов, и со строительством. В министерстве была подготовлена программа, которая синхронизирована с задачами, которые возникают у крупных наших компаний. Это и Ростелеком, и РТРС, и сотовые операторы. Мы планировали начать строительство антенномачтовых сооружений, взять на себя некоторые вопросы, связанные с прокладкой оптоволоконного кабеля в области. Единственное, что финансирование программы предусмотрено с 2017 года. Для оптимизации расходов участники Координационного совета рассмотрели возможность размещения на строящихся телевизионных антеннах станций сотовых операторов. Это позволит, с одной стороны, сэкономить средства и области, и компаний, с другой, обеспечить надежной связью и интернетом жителей даже самых отдаленных населенных пунктов. Региональная транспортная служба обзавелась новым эвакуатором. Плановая покупка обошлась областному бюджету в 15 миллионов рублей. Однако техника, предназначенная для аварийно-спасательных целей, уже в скором времени должна оправдать затраты. Каким образом, рассказ в материале нашего корреспондента. Новый эвакуатор предназначен для помощи водителям грузовиков и автобусов на трассе М8, а также на региональных магистралях. Ситуации на дорогах бывают разные. Занос, попадание в кювет, столкновение. В таких случаях без подмоги со стороны не обойтись. Особенно, если техника большегрузная. Данная машина намного функциональна. Она может вытащить застрявший автомобиль из кювета и поставить на колеса перевернутые транспортные средства. Также отбуксировать грузовик, автобус к месту стоянки или ремонта. При этом не придется, как раньше, привлекать много вспомогательной техники. Автокран, буксировщик и тягач. А также перекрывать дорогу. Эвакуатор справится со всеми этими задачами самостоятельно. Освещен двумя лебедками по 22 тонны. Это наверху. И передняя лебедка 6-тонная. Также у него сзади бриль. Он может перемещать автотранспортные средства до грузоподъемности до 80 тонн. Эвакуатор доставит транспортное средство по любому назначению. Будь то ремонтная или штрафстоянка. Новую машину предполагают использовать и ГБДД в борьбе с водителями-нарушителями. Например, в случае их алкогольного опьянения. Услуги эвакуатора бесплатны только для пострадавших в ДТП не по своей вине. Для всех остальных его использование обойдется в 1200 рублей за час. В Архангельске с 11 по 15 марта под девизом «Доступно инвалидам, доступно всем» проходит неделя инклюзивного образования. Как создать в нашем обществе доступную и комфортную среду для людей с ограниченными возможностями? Этот вопрос мы обсуждаем сегодня в рубрике «Тема дня». Слово архангелогородцам. Прежде надо, наверное, спросить у самих людей с ограниченными возможностями, что больше им подходит. И провести анкетирование, спросить, что их не устраивает. И они уже, наверное, ответят вам на эти вопросы. Вот я бы, например, как человек с ограниченными возможностями, вернула бы обратно спецтранспорт для инвалидов. Вернула бы. Вот зря вот это все. Лучше бы было намного бы, и инвалидам комфортнее бы было. Так не хватает в этих автобусах, в этих пазиках. Вот ездят, давятся ведь бедные. Они даже забраться не могут. Туда, в эти пазики. В первую очередь, доступ к магазинам, наверное, подъездов. Это все, ничего нет. Потом и дома тоже, в домашних условиях тоже ведь ничего нет. Ни денег. И как их? Там за ними надо обслуживать их. Только так. А они самостоятельно ничего не могут сделать. Вот так примерно. Вот это все. Доступ, чтобы был. У нас в первую очередь дороги нужно отремонтировать, чтобы с ограниченными возможностями могли люди полноценно себя чувствовать. Ну, другие дети, которые считают себя здоровыми, они не понимают, ну, то есть нет культуры такого общения. Поэтому они только в своем кругу могут. То есть это, мне кажется, гораздо глубже процесс, чем просто что-то сказать. Да, там, ну, сделать вот эти штучки, точки, там, пандусы или что-то. Это должно быть где-то в голове. У нас вот, например, где они живут, нету этих подъемников, чтобы спускаться, если на колясках они, да? Так, ну, еще какие-нибудь клубы, чтобы были, где они могли развиваться, заниматься. В качестве эксперта по теме «Доступная среда для инвалидов» мы пригласили председателя Союза общественных объединений инвалидов Архангельской области Николая Мякшина. Николай Александрович, здравствуйте. Девиз недели инклюзивного образования, которая стартовала вчера, 11 марта в Архангельске «Доступна инвалидам, доступна всем». Это значит, что получение доступности образования, социальных нужд – самая главная проблема для людей с ограниченными возможностями. Ну, это тот кирпич, который мы уже, когда мы вытаскиваем, когда решаем проблему инклюзивного образования, и как раз решаем проблему все остальные. Потому что сегодня, к сожалению, обычные люди, люди с инвалидностью, не знают друг друга так близко, как они могли бы знать участие совместно в школе. Соответственно, если есть определенный страх, когда неизвестно, когда человека не знают, значит, обычный человек не знает инвалида, значит, ее возможности, потребности, и он ее боится. Вот это самая главная проблема на сегодняшний день. И через школу, через инклюзивное образование мы эти проблемы можем решить. И, соответственно, там вопрос возникает архитектурной доступности, транспортной доступности, доступности жилья, информации. Это, конечно, сопутствующие проблемы. При этом мы говорим, что когда удобно для инвалидов, тогда удобно для всех. Могу привести пример. Если мы сейчас требуем, чтобы транспорт общественный в Архангельске и других городах был удобный, доступный, значит, не пазики, а автобусы большие, соответственно, это не только удобно для людей с инвалидностью, но и удобно, и комфортно для всех жителей Архангельской, Архангельской области. Ну и так, если походить к другим вопросам, это касается и дорог, и жилья, и пандусов, которые мы просим, чтобы они были обеспечены. То есть это сделано, чтобы город был удобен, комфортный для всех людей, в том числе для людей с инвалидностью. А их у нас 10% от тех граждан, которые проживают в Архангельской области, это примерно больше 100 тысяч человек. Николай Александрович, а скажите, много ли детей с ограниченными возможностями посещают школы, или они чаще учатся дома? Нет, в том числе учатся дома, потому что на сегодняшний день, конечно, многие администраторы школ отказываются создать условия для получения образования в школе. Нужна доступная среда, нужны учителя, и потом вынуждены заставлять родителей, или убеждать родителей, чтобы они остались дома и учили, учили домой. Вообще у нас в школах учатся, в муниципальных школах свыше 2000 детей с ограниченными возможностями здоровья. В государственных учреждениях больше 600 детей, в 18-х государственных, в таких организациях учатся дети с инвалидностью. Но самая главная проблема не в этом, у нас огромное количество детей не получает образовательные услуги. Вот по той информации, которую мы получили через общественную палату, делал запрос муниципальное образование, свыше 300 детей не получают образовательные услуги, это по данным из 8 муниципальных образований. А это даже меньше половины нам дали ответ. То есть мы сталкиваемся с проблемой, когда дети, имеющие множество нарушений, или дети, которые имеют проблемы психического развития, ментальные нарушения, они не получают образовательные услуги по месту жительства или специальных созданных условиях, к примеру, как в Народийском детском доме-интернате для умственных детей. Из 250 детей только 50 детей получают образовательные услуги, 200 не получают образовательные услуги. И, соответственно, не имеют шансов на будущее, не имеют шансов на развитие. Это очень сложная проблема. Мы сегодня на круглом столе будем об этом говорить с министерством образования, со специалистами, с общественниками. Круглый стол пойдет в 31-й школе государственной коллекционной специальной. И вот, как раз эти проблемы, проблемы государственной гарантии получения образовательных образований для таких детей. Мы как раз будем обсуждать. Потому что тема достаточно серьезная. Николай Александрович, расскажите, каким-то образом можно принять участие в неделе инклюзивного образования? Однозначно. Мы все школы, все муниципальные образования направили обращение с тем, чтобы в школах были проведены мероприятия, талярные отношения к людям с инвалидностью. Вопросы, связанные с паралимпийскими играми, потому что мы не только посвятили доступной среде эту неделю инклюзивного образования, но и приручили ее к паралимпийским играм. И у нас вчера уже был, так сказать, наша землячка, Дома Двинка, занял третье место в паралимпийских играх. Я думаю, что в большей степени, наверное, в Аханинской области будут обращать внимание и к доступной среде, и к развитию образования, и к развитию спорта, и к культуры для людей. Надеюсь, что вот эта паралимпиада послужит определенным толчком. Хотя, конечно, у нас много было обещаний со стороны и губернатора, и мэров о том, что они создадут возможности, доступные среды для людей с инвалидностью. Но, к сожалению, пока можно констатировать, что не происходит толчка, продвижение, когда каждый из собственников здания, учреждения задумывается, и в рамках текущего финансирования будут планировать мероприятия по созданию доступной среды в своем учреждении, чтобы это было удобно для людей с инвалидностью, которые мы, к сожалению, сегодня не видим на улицах города Аханинска. Я имею в виду тех людей, которые на мере незрячие, которые сидят дома, или люди, которые передвигаются на коляске. Николай Александрович, спасибо вам. У нас в студии был председатель Союза общественных объединений инвалидов Архангельской области Николай Мякшин. Новые цены на алкоголь. С 11 марта в России вступают в силу новые минимальные цены на алкогольную продукцию, в том числе в сфере розничной продажи. Увеличение стоимости коснулись спиртных напитков крепостью более 28 градусов. В среднем цена на крепкий алкоголь выросла на 17%. Если брать конкретно по водке, и крепость водки взять 40 градусов, например, ну тут вот 17% увеличение цены. Теперь с 11 марта минимальная цена в розничной продаже пол-литра бутылки водки составляет 199 рублей. Кроме этого, с 1 августа этого года ожидается еще одно повышение стоимости крепких спиртных напитков. Они подорожают на 11% по отношению к мартовскому скачку. Сегодня вышел в свет свежий выпуск газеты «Правда Севера». Читайте на его страницах. Что творит наша Наташа? Именно такими словами сопровождал выступление 16-летней биатлонистки из Новодвинска Натальи Братюк, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Накануне наша землячка стала бронзовым призером зимних паралимпийских игр в Сочи. Подробности в свежем выпуске «Правды Севера». Гостем рубрики «За чашкой чая» у редактора стал Виктор Ширяев. Во время перестройки он сделал стремительный рывок в политику, а потом неожиданно сошел с дистанции. Что он думает о политиках вчерашнего и нынешнего дня? Какую ошибку может повторить сегодняшняя власть? Об этом на страницах «Правды Севера». Осенью 2005 года коллегия присяжных заседателей признала виновным в трагедии на проспекте советских космонавтов 120 бывшего работника «Гаргаза» Сергея Алексеичика. Но до сих пор многие уверены, что в колонию строгого режима отправился невиновный. О расследовании взрыва на космонавтов на страницах «Правды Севера» рассказывает заместитель руководителя следственного управления Skyr Park Английской области ИНАО Анатолий Ситников. Эта уникальная информация никогда не публиковалась в печатных СМИ. Архангельская телевизионная компания продолжает радовать своих абонентов. Новая система скидок позволяет смотреть еще больше телеканалов по самым выгодным ценам. Подробности Валентины Скворцовой. Как смотреть цифровое телевидение всей семьей, даже если вкусы совсем разные? Подключить несколько телевизоров и наслаждаться просмотром телеканалов от АТК, причем без ущерба семейному бюджету. При подключении второй карты абонентская плата за просмотр цифровых пакетов, прописанных на этой карте, будет начисляться со скидкой 25%. А при подключении третьей карты вы сможете смотреть каналы выбранных вами цифровых телепакетов со скидкой 50%. Выгода очевидна! Если вы абонент цифрового телевидения от АТК и первая карта у вас прописана на цифровой пакет базовый, то ваша абонентская плата составляет 250 рублей в месяц. Используя новую систему скидок на цифровое телевидение от АТК, вы можете приобрести вторую карту доступа и выбрать для просмотра каналы цифрового пакета «Домашний клуб». За 14 телеканалов вы будете платить всего 90 рублей в месяц вместо 120. А если вы подключите на свой третий телевизор еще одну карту доступа и выберете цифровой пакет «Полный», абонентская плата со скидкой 50% за просмотр этого пакета будет составлять 275 рублей в месяц вместо 550. В результате за просмотр 130 телеканалов на трех телевизорах вашей квартиры вы заплатите всего 615 рублей. Подключайте цифровое телевидение от АТК и вы получите разнообразие телеканалов для всей семьи на всех телевизорах вашей квартиры, а также высокое качество изображения и звука и множество дополнительных функций цифрового ТВ. Берите больше, платите меньше. «Пришла пора настроить ваши телевизоры на лучшее вместе с Архангельской телевизионной компанией». Валентина Скворцова, «Автограф дня». Продолжит выпуск новостной дайджест. Информация одной строкой. На развитие столицы Поморья выделено 2 миллиарда рублей. Средства из областной казны, федерального бюджета и привлеченных источников пойдут на реконструкцию детских садов, возведение перинатального центра, ремонт дорог и дворовых проездов в областном центре. В связи с усилением западного, северо-западного ветра в дельте Северной Двины ожидается нагонное повышение уровня воды. В настоящее время все пешеходные и транспортные ледовые переправы в черте Архангельска работают в штатном режиме. Перевозить жителей островных территорий во время ледохода будут буксиры ледового класса. В Архангельск приехал известный российский религовед, исследователь ислама Роман Силантьев. Он посетит Архангельскую и Холмогорскую епархии. Ученый-религовед встретится с представителями правоохранительных органов и военнослужащими. Интервью с известным религоведом Романом Силантьевым смотрите в общественно-публицистической программе «Такие дела» 13 марта в 15 часов, 19 часов и 23 часа на канале ПС и сетевизоре портала «Правда Севера». Президентский грант на проект по созданию экспозиции «Чистая книга» в кабинете Абрамова присужден заведующий сектором отдела краеведения «Русский север» библиотеки имени Добролюбова Ольги Кононовой. Проект «Чистая книга» направлен на изучение и сохранение коллекции книг Федора Абрамова, создание музейной экспозиции в кабинете Абрамова. К сентябрю этого года на Соловках обещают построить новую баню. Уже заключен муниципальный контракт с ООО «Стройгрупп». Стоимость возведения нового здания бани составляет 19,5 миллионов рублей. Мастер и ученик. Ступени творчества от начинающего живописца до большого художника. В Музее изобразительных искусств открылась выставка работ учеников и преподавателей школы акварели Сергея Андреяки. За 8 лет выставки работ школы Сергея Андреяки прошли в 100 крупных городах Центральной России, Поволжья, Урала и Западной Сибири. И вот долгожданная экспозиция открылась и в нашем городе. Достаточно давно мечтали о том, чтобы привезти эти вещи, показать их архангелогородцам. И, собственно говоря, итог наших усилий. И мы очень рады, потому что, наверное, основная миссия и посыл этой выставки в том, чтобы люди, пришедшие сюда, захотели тоже попробовать себя в этом виде искусства. Сергей Николаевич Андреяка – народный художник России, художественный руководитель школы и ведущий цикла «Уроки рисования» на телеканале «Культура». По мнению мастера, темные стороны нашей жизни должны оставаться за гранью искусства. Свет и чистота момента – главное, что отражают работы художника. В них, естественно, он передает только положительные стороны нашей жизни, яркие моменты, красивые, которые облагораживают нашу жизнь, в том числе, конечно, и цветы. Роскошные хризантемы, благородные маки и визитная карточка школы – букет разноцветных ирисов. Каждая картина словно источает аромат и согревает теплым лучом лета. Техника акварели легка, за искусством не видно труда. Однако овладеть этим искусством непросто. От карандашного рисунка до портрета – целый путь становления художника. Но выставка мастер-ученик доказывает – невозможного нет. От простого к сложному, но учиться может каждый, кому есть что сказать, языком света и красок. А потому экспозиция особенно полезна юным горожанам. Такая выставка предполагает посещение с детьми именно на акварелях. Акварели очень хорошо воспринимаются детьми, и на них можно их воспитывать, обучать и приучать к любым искусствам. Если мы говорим о ребенке, то ему больше всего понравились цветы. Его любимая картина на сегодняшний момент – это маки. Знатоки говорят – секрет акварели в соавторстве воды. Постичь тайну загадочного мастерства горожане могут в Музее изобразительных искусств. Выставка продлится до 20 апреля. Архангельский водник провел первый четвертьфинальный матч серии плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом. На стадионе труд команда Эдуарда Трифонова принимала красногорский «Зоркий». Все подробности важного матча у Константина Рудакова. В этом сезоне водник уже обыгрывал «Зоркий» на своем поле. Два месяца назад «желто-зеленые» победили в рамках группового этапа 6-5. Но в плей-офф ставки на порядок выше. Поэтому северяне без раскачки пошли вперед и уже на второй минуте матча забили гол. Да и весь первый тайм прошел под диктовку хозяев поля. Как результат преимущество в счете 2-1. В принципе, что тренера нам поставили задачу на сегодняшний матч, мы, я думаю, его выполнили. Безупречно, я считаю. Забив в начале второго тайма, водники немного сбавили обороты. И тут же гости сравняли счет. Но к чести «желто-зеленых» команда не сломалась, а провела лучшую концовку в текущем чемпионате. Безупречно держал оборону голкипер «желто-зеленых» Михаил Лебедев. А гол Александра Антонова и дубль Евгения Леонова обеспечили победу воднику 6-3. Ребята молодцы. Отработали 90 минут на 100%. Вот и результат победы. Главное, чтобы команда выигрывала. И все, думаю. Сразу после финального свистка с победой водников поздравил губернатор региона Игорь Орлов. Водник в этом году показал себя как настоящая боевая команда. И мне очень хочется пожелать им еще новых побед. Нам нужна еще одна победа, чтобы получить медаль. Я желаю этой победы нашей команде. А болельщики теперь жаждут победы в ответ на матч в Красногорске, который пройдет 14 марта. Это были новости на канале ПС. Напомню, нас можно увидеть и в интернете на сайте правдосевера.ру. В студии работала Лилина Гончарова. Всего доброго. До встречи. Субтитры подогнал «Симон» На телеканале ПС начинается новая еженедельная программа о православии. Теперь вы сможете задавать свои вопросы священникам Русской Православной Церкви в прямом эфире. Позвони в студию по телефону 639 717. Смотрите программу «Вопрос священнику» каждый четверг в 20.30 на телеканале ПС и в интернете на сайте Правда Севера. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Алексей Кучев и Денис Кочнев. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Аплодисменты! Добро пожаловать на наш канал! Аплодисменты! Аплодисменты! Добро пожаловать на наш канал! Аплодисменты! Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал!